Приветствую вас, дорогие друзья, все, кто нас слушает, смотрит, и кто будет слушать и смотреть, приветствую, братьев, сестер, всех, всех любителей и желающих подумать о чем-то добром, чистом, святом, ответить на некоторые вопросы, вопрос, который сегодня будет в основании проповеди. Почему я не читаю Библию? Почему я не читаю Библию? Мы подумаем на разные вопросы, найти ответы, и также мы вместе со всею всемирною церковью Адвентиста 7 дня откроем удивительный мир ежегодных чтений в конце года. Будем подводить итоги и будем учиться чему-то полезному. Текст, который я хотел прочесть вместе с вами вначале, из книги пророка Иеремии. И прочитаем с вами 36 глава, 22 и 23 текст. Царь в то время в девятом месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал их на огонь, в жаровню, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Это история царя, который слушал слова Божьи и что с ними делал? Сжигал. Да, интересно, реакция на Божье Слово, интересная реакция, почему так происходило. А бывает ли такое в нашей жизни, что мы имеем свою реакцию на Бога, на Его Слово? Скажите, а Бог всегда говорит только через Библию? Нет, конечно. Бог может говорить по-разному. Бог говорит иногда в нашей душе. А бывает такое, что мы не хотим слушать Слово Божие и берем его и куда деваем? Сжигаем. Не будет так. Не хочу я знать волю Бога. Может быть и так бывает? С разных сторон посмотрим на эту тему. Вы знаете, сегодня вообще время, когда читать сильно мы не любим. Некоторые люди даже, ну как-то говорят, нет, читать нет, послушать послушаю, посмотреть посмотрю, если есть видео. И короткое главное, чтобы было видео. А читать нет, читать это сложно. Вы замечаете, что мы разучиваемся или разлюбили читать? Это вообще о чтении. А если читать Библию, ого-го, люди говорят, Библию читать? Некоторые говорят прямо, ее нельзя читать. Когда я ходил в советскую школу, мне говорили, кто читает Библию, сойдет с ума. Нельзя читать. Читают такие люди, которые уже все прожили, пожилые, больные на голову. Ну, читают какие-то церковники. А мне, молодому человеку, люди говорили, не читай. Не читай Библию. В общем, у каждого есть своя реакция на слово Библия. Иногда я беседую с разными людьми. И когда я говорю, даже религиозным людям, а вы знаете, что в Библии говорится? Они говорят, ты сектант. Потому что, я говорю, подождите, мы же верующие люди. Они говорят, но мы верующие, но мы Библию не читаем. А кто читает из верующих Библию, значит, это сектанты. Я думаю, вот интересно. Интересно. А кто читает Библию вообще? Кто читает Библию? Нормальные, здравые люди, молодые, образованные, трезвые, нетрезвые, верующие, неверующие сектанты. Кто читает Библию? Ну вот подумаем над этой темой. Подумаем над этой темой. Мы прочитали с вами историю Иеремии из книги пророка Иеремии. И сжигали свиток тогда, когда царь сидел. Звали царя Иоаким. Это был четвертый год его царствования. Давайте прочитаем, какой свиток он сжег. И как это так получилось? А откуда взялся свиток пророка Иеремии? Мы откроем 36 главу. В самом начале прочитаем. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я тебе говорил об Израиле, и об Иуде, и о всех народах с того времени, как я начал говорить тебе о дне Иосии и до сего дня. Бог говорит Иеремию, возьми свиток и, в общем, пиши все, что я тебе говорил. У пророка Иеремии был помощник, варух. Был помощник. Вот мне интересно, а когда Иеремия здесь написано, говорил эти слова? Подождите, вот он говорит, запиши все это. Здесь он еще, он говорит, я заключен и не могу идти в дом Господень. То есть, обстоятельства жизни, как подсказывают нам, а Иеремия в заключении, связанный, находится в таких ужасных обстоятельствах. А Бог говорит, бери и пиши. Ну, как Иеремия мог написать? И тогда написано в 4 тексте, призвал Иеремия варуха, сына Нирии, написал варух в книжный свиток, из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. Видите, было дело непростое написать. Ну, допустим, ладно, пришел варух, взял этот книжный свиток, это же был кожаный свиток, и он, царь, потом резал его, да? Резал и сжигал его. Но у меня другой вопрос. Здесь написано, что все, что Бог ему сказал. А если бы вас попросили написать, все, что вам Бог сказал, вы бы смогли? Сколько лет Иеремия был пророком вообще? Вы знаете? Около 40 лет. Ну, пусть его еще жизнь не заканчивается, но уже большой период. И пророк Иеремия около 40 лет пророчествовал. Представьте вспомнить, что было 30 лет назад. Это реально? Все пророческие видения описать. Как он мог это описать? А это была работа Духа Святого. И он опять пережил это вдохновение, опять Дух Святой воздействовал на него, и он записал. Это было такое, ну, чудо, такой труд. И когда Варух пошел и потом прочитал, все написано, когда услышали, испугались. И писец царский, и князья собрались, и говорят Варуху, прочитай нам еще раз. Он прочитал. Они говорят, пойди скажи, пойди скройся куда-то, куда-то запрячься, а мы пойдем с царем попробуем поговорить. И когда они все запрятали, в общем, и Ремия, не знаю, куда делся, и Варух, князья взяли тогда этот свиток. Царь послал Иегудия принести свиток. Он взял его из комнаты Елисамы, царского писца, и читал его Иегудии, вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. И вот тогда царь, как только прочитывал писец, подходил, отрезал, изжигал, отрезал, изжигал. И написано, и не убоялись, и не разодрали одежь своих, ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. И хотя Елнафан, и Дилайя, и Гемария уговаривали, упрашивали царя, не сжигай свиток, но он не послушал их. И он сказал, зачем такое, сказал Бог, зачем пророк Иеремия такое пишет? Я не согласен. И взял, и сжег все. Видите, какая реакция? Некоторые люди, значит, не читают Библию. Почему я не читаю Библию? Некоторые люди говорят, а потому что я не согласен с тем, что там написано. Не согласен я, и все. Скажите, а что мы должны делать, если мы не согласны? С чем-то? Может быть, надо подумать, а почему я не согласен? А что меня толкает на это несогласие? На бунт какой-то? На недовольство? Скажите, а что, Богом можно быть недовольным? Да, оказывается, да. Скажите, а когда Иисус Христос пришел на эту землю и говорил слова Божии, все были с Ним согласны, все любили Божьи слова? Да? Нет? А что Христос вообще нарушал, когда Он проповедовал и говорил слова Божии? Что Иисус нарушал? Традиции? Какие-то порядки? Какую-то букву нарушал, правда? Вы представляете, как сегодня повторяются некоторые истории, люди держатся каких-то традиций, Библию не читаем, мы можем тоже держаться каких-то традиций, наших догм, правил каких-то. А Христос говорит, за какое доброе дело хотите вы побить Меня камнями? В душе люди, которые держались этого всего, были какими? Злыми, и недобрыми, несветлыми. А Иисус говорит, за какое доброе дело вы хотите побить Меня камнями? Интересно. Вы знаете, пророк Иеремия был самый такой один, ну один, если не самый, то один из самых страдальческих пророков в долгое время. Ну, пророк Исаия закончил жизнь тоже трагично, но пророк Иеремия долгое время проповедовал, а его отвергали. Он желал добра своему народу, они говорят, зла желаешь. Люди так извращали, что на доброе говорили злое. Ну, вот они спрашивают, что нам делать, чтобы спастись? Иеремия говорит, слушайтесь на уходоносора, покоритесь на уходоносора. Нет! Гордыня их толкала. Нет! Мы независимость свою держим. Мы не предадим Иерусалим в руки войск. Бог говорит, ну, не предадите, разрушите этим самым. А если бы покорились, жили бы. Это наша независимость бывает. Мы! Иеремия долгое время страдал, долгое время, много времени Иеремия страдал. И он написал вот такую книгу, а потом, когда Иерусалим был разрушен, написал песнь свою, плач написал. У него было доброе сердце, но не понял его народ, не понял его, отверг, в конечном итоге и закончили, закончил он жизнь трагически. Но, как бы ни было, как бы ни было, скажите, а вот тот свиток, который сожгли, куда он делся? А ну давайте, рукописи не горят, горят, горят. сгорел тот свиток с кожи, потому что огонь все уничтожает. Но интересно, читаем с вами 36 глава, 28 текст. И было слово Господне потом написано, после того, как тот свиток сгорел. Господь сказал к пророку, возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в прежнем свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. Замечаете, Бог говорит, слушайте, так я же еще раз напишу. И написано, и взял Иеремия другой свиток и отдал его воруху-писцу, сыну Нерии. И он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тех слов. То есть, вы представляете, не понравилось. А Бог говорит, ну, может, вам не понравилось, но против Божьего слова нет оружия. Друзья, мы иногда можем с чем-то бороться, но когда Бог говорит в душе, когда Бог к нам обращается, ой, как трудно Бога заставить замолчать. Это интересная история. И я хотел сказать, что читать Библию стоит. Почему я не читаю Библию? За Библией стоит Бог. И если у меня есть какая-то причина, почему я не читаю Библию, стоит заглянуть, почему я не читаю Библию? Почему я не хочу общаться с Богом? Давайте так скажем, мы не только можем не Библию не читать, мы можем просто отвергать голос Божий. Вот Бог говорит, ну, давай сделаем, ну, веди себя так, ну, делай вот так. Нет, нет. И вот надо задать вопрос, а почему? Почему? Почему мы можем Богу противиться? Причин может быть много. Некоторые люди говорят, Бог учит правильности, доброте, жертвенности. ну, ну, как ты проживешь жизнь, будучи эгоистом? Проживешь для себя в удовольствии, проживешь хорошо, сам себе царь, сам себе хозяин, а как ты проживешь жизнь, если будешь для других жить, любить, жертвовать? О, это уже помогать это надо. И люди, многие говорят, ну, вот с Богом жить как-то, вот для себя любимого легче жить. Люди так думают. На самом деле это ужасная жизнь для себя. Это жизнь, в которую заглянешь и хочется убежать. Многие так и делают, убегают с таких жизней, пообщаются чуть-чуть с эгоистом и думают, все, убегаем. А жизнь светлая, добрая, туда заглянешь и хочется там все-таки быть и жить. И смотришь к такому человеку и люди тянутся, и дети тянутся, и жизнь как-то, да, она может быть короче, она может быть жертвеннее, но она другой. И вот, начиная молитвенную неделю, Бог так сделал, Бог так сделал, что президент генеральной конференции, Тед Вильсон, написал первое чтение. Мы будем с вами встречаться или читать будем, или я записал, если вы видели, сегодня в нашей церковной группе появилось молитвенное чтение аудио. Кто хочет, слушайте. Вот в нашей группе берите, слушайте дома и сможете и слушать, и это первое чтение «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Скажите, «Слово Твое, Слово Божие, это и написанное, вот и называется оно Библия, Слово Божие, это и дух пророчества через пророков, правда? Слово Божие, это и голос совести в душе нашей, всякое Слово Божие, но если мы его слушаем, мы будем иметь свет в жизни, будем знать, как жить, будем знать, как жить. И вот Тед Вильсон написал очень интересное чтение, некоторые цитаты я прямо хочу процитировать, не все прям чтение, но некоторые цитаты. И в самом начале Тед Вильсон рассказывает за интересную историю, которая произошла с ними его папой, с ними его папой, но перед этим он говорит о том, что Господь сказал перед Иисус, перед тем, как вознестись, он сказал ученикам, расскажите это Евангелие, донесите это Евангелие всем. А потом, о каком Евангелии здесь задается речь, имел ввиду Иисус, расскажите Евангелие, донесите Евангелие, он имел ввиду книгу Евангелия, часть Библии, или что Иисус имел ввиду Евангелие? Ведь у учеников, когда Иисус их собрал и уходил, не было книги, книги Евангелия, Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна не было, а Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие. Подожди, а что проповедовать? И вот вы знаете, интересно, здесь написано, донести Евангелие миру означает стать христианином. Это значит быть подобным Христу. Какое отношение имеет христианский образ жизни к проповеди Евангелия? И вот ответ из сборника рукописей. Это значит быть подобным Христу. Это значит с Ним общаться. И я думаю, что первые ученики несли Евангелие жизнью, их образ жизни, их история об Иисусе Христе. Их перемены, ведь люди, встречаясь с Петром, встречали Евангелие. Петр не был вспыльчивый, не был резкий, не был гордый. Иоанн, Иаков, Фома, все перестали быть теми, которые они были. И люди встречали и говорили, это Евангелие, бесноватого, которого встретило Десятиградие, оно встретило Евангелие в его жизни. Вот, друзья, скажите, если бы люди сегодня встретили 30 Евангелий, 40, вот нас здесь сколько? Если бы люди встретил нас в мире, каждый при общении с нами Евангелие читал. Вы представляете, что бы было? Поэтому первая интересная мысль, что наш образ жизни должен быть Евангелием, и наши слова, понятно, и манеры, и как мы это все делаем и говорим. И вот, когда закончил школу Тед Вильсон, и когда после окончания академии он решил продолжить обучение в колледже Ла Сьерра, сейчас это университет, он находится 4100 километров от дома. Вы представляете, вот сейчас бывает, мы учимся или работаем вдалеке от дома, наши родные ждут нас, или мы встреч, но это километров там сколько, 200, 300, 500, 1000, а это 4100. И вот папа Теда Вильсона, может быть вы видели, и даже некоторые встречались с ним, он написал и подарил ему такую цитату, вот послушайте ее, это цитата из книги Путь ко Христу, страница 70, посвящайте себя Богу каждое утро, пусть это будет вашим первым делом, молитесь так, заметьте, здесь даже пример молитвы, вот утром проснулись, давайте запомним, как утром молиться, возьми меня Господи, я всецело принадлежу тебе, представляете, утром проснулись и говорим, возьми меня Господи, я всецело принадлежу тебе, скажите, а если помолиться так, Господи, я проснулся, я тебя беру с собой, пожалуйста, благослови, сохрани и устрой то, 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 скажите, а эта молитва в корне обратная, Господи, я проснулся, я принадлежу тебе, возьми меня, я полагаю все свои планы к твоим ногам, используй меня сегодня в твоем служении, заметьте, мы часто говорим, Господь, я хочу, чтобы ты поработал, сделал то, другое, третье, мы используем Бога, люди говорят, как так помолиться, чтобы Бог сделал, что я хочу, Бог говорит, слушай, я учу совершенно другому, я учу, чтобы ты сделал для меня, а не я только, Бог говорит, я и так делаю кучу и тысячу вещей, заметьте, первая утренняя молитва, Господи, я принадлежу тебе, я полагаю планы к твоим ногам, используй меня в твоем служении, прибудь со мной, чтобы все мои труды в тебе совершались, это необходимо делать каждый день, каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день, подчиняйте ему все свои планы, заметьте, планы уже есть, но их надо подчинить, будьте готовы выполнить свои планы или отказаться, следуя тому, что Бог вам скажет, укажет, и таким образом вы сможете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она все более и более будет уподобляться жизни Христа, вот что делает такая молитва, мы часто думаем, а почему мы так не похожи на Христа, друзья, а потому, что люди были со Христом по три, сколько лет, жители Назарета тридцать с лишним лет, но они хотели Христа использовать для себя, и так, а их жизнь не поменялась, можно хоть сто лет ходить в церковь и остаться погибшим грешником, если не сказать, Господь, я хочу тебе служить, поменяй мои планы, что я мог бы сделать, я тебе принадлежу, и надо быть готовым поменять, скорее себя сломать, чем Бога заставлять что-то делать, поэтому, дорогие друзья, и заметьте, здесь молитва не начинается с того, что мы Богу перечисляем, одно и то же, я замечал, что очень многие люди, одинаково молятся, год, два, три, одно и то же, одно и то же, встречаешь человека, вот он так молится, через год он опять будет так молиться, он не хочет по-другому молиться, он привык одну и ту же красивую фразу говорить, а почему бы с Богом не поговорить душа в душу, а потому что надо же душу тогда ломать, надо же с Богом открыто поговорить, и многие вот таких открытых бесед с Богом не выдерживают, не хотят, почему мы не читаем, помните, говорили Библию, да потому что Бог начинает открыто и искренне с нами говорить, Бог нашу душу меняет, ломает, помните, написано слово проникает внутрь до разделения составов и мозгов, а бывает это нам не нравится, мы с Богом не хотим, интересная, интересная мысль, дальше Тед Вильсон рассказывал о том, что когда Иисус молился за своих учеников, он сказал, давайте я вам расскажу, сила в чем слово, ну вот например, он не так говорил, он просто молился и говорил, 17 глава Евангелия от Иоанна, освяти их, помните, истинною, слово твое есть истина, и так, что в данном случае содержит слово, освящение, слово написанное, слово, которое Бог к нам говорит, которое мы можем петь, которое мы слышим в душе, оно освящает, друзья, заметьте, теперь говорю ко всем людям, имеющим гаджеты, телефоны и так далее, сатана что делает, он знает силу Божьего Слова, и он говорит, так, пусть радио работает, пусть телевизор говорит, видосики пусть не заканчиваются, слушай музыку постоянно, только чтобы тебя, вот это слово не накрывало Божье, и я вот спрашиваю молодежь, сколько ты можешь быть в наушниках, он говорит, целый день, молодец, целый день, а сколько можешь фильмов смотреть, даже всю ночь говорит, да, можно ночь, если хороший сериал, можно говорит, если бы на работу еще, или на учебу не надо идти, а теперь говорю, представь, что ты целый день слушаешь христианские песни, и всю ночь, слушаешь путь ко Христу, или свидетельство для церкви, он говорит, а ты что, я с ума сойду, точно так же, молодые люди, вы сходите с ума, когда слушаете музыку не ту, и смотрите не те видосики, только это не называется в мире, это называется хороший ум, ты знаешь все фильмы, все новинки, всех актеров, кто что сделал, кто что сказал, какую, кто песню спел, кто как одет, кто с кем живет, кто с кем не живет, вот для Бога, вот это называется сойти с ума, с правильного ума, пути ума, а когда ты знаешь путь ко Христу, о чем говорит каждая глава, сколько там глав, и как к Богу прийти, Бог говорит, это как раз правильный ум, и когда ты знаешь, как начать день, и с какой молитвы начать, ну я не имею ввиду текст, слово в слово, а как правильно помолиться, вы понимаете, оказывается, как важно позволить Слову освятить нас, и вот тут у нас стоит барьер, а я хочу быть как я, освятить это значит поменять, сделать подобным Богу, поэтому это очень важно, если мы желаем узнать лучший спасителя, нам надо чаще и чаще исследовать священное писание, продолжение в книге Путь ко Христу, пусть же слава Божьей проникнут в ваши души, это живая вода, утоляющая жгучую жажду, это живой хлеб, шедший с небес, Библия написана не только для ученых, напротив, она предназначена для простых людей, великие истины, которые необходимы людям для спасения, они ясны, как день, и дальше продолжая, Бог нам говорит, Библия или Слово Божие, это я, читая Слово, мы как бы с Богом разговариваем, Бог говорит, это Слово оживает, то есть, смотрите, очень часто Сатана создает барьер общения, потому что за общением с Библией стоит Бог, а теперь я вам так хочу сказать, скажите, если за Словом Божьим стоит личность Бога, то за Словом Небожьим стоит личность чья? Дьявола! Поэтому многие люди честно должны сказать, почему я не читаю Библию, почему я устаю, почему я не хочу, потому что я не хочу быть с Богом, а почему для меня легче, интереснее, веселее, не Библия, а потому что Сатана делает заманчивым этот греховный путь и говорит, это твое удовольствие, поживешь для себя, ведь для Евы и Адама какое искушение Бог предложил? Будете как Боги, будете делать, что вы хотите, и многим молодым людям нравится, за этими всеми словами, историями, видосиками зачастую стоит греховная какая-нибудь сцена, картинка, мысль какая-то, что-то пустое, что-то такое расслабляющее, о чем мне надо думать, или, как говорят, напрягаться. Поэтому с кем нам по пути? В обнимку с весельем в погибель или в объятиях Бога, но трудясь над спасением, ведь мы же в мире греха, понимаете, я понимаю, если бы мы были на курорте в мире и говорили, так а чего в жизни вообще думать о серьезных вещах? Я понимаю, если мы отдыхаем, например, лежим на пляже, а нам говорят, а чего вы лежите на пляже? Давайте работайте, копайте, тонны там песка носите, мы скажем, да тут песка не тонны, а миллиарды тонн, зачем его носить? Можно отдыхать. Я понимаю, если бы жизнь была курортом, но представьте, когда наша жизнь это, допустим, борьба с онкологией, рак, и у нас страшное заболевание печени, почек, желудка, где-то рак. Приходит хирург, включил музыку и говорит, ну что, повеселимся, потанцуем, послушаем, я тебе покажу клипы, мы скажем, доктор, а может быть надо резать? он скажет, как? Пациент, расслабьтесь, подумайте о веселом, отдыхайте. А пациент скажет, доктор, так мне жить мало осталось, но зато в удовольствие, выпейте, забудьте о том, что у вас что-то болит. Вы бы пошли к такому доктору? Нам важен доктор, который будет бороться, который начнет резать, который начнет давать правильные советы. Друзья, вот что такое сегодня Божье Слово. Оно иногда отрезвляет, оно говорит нам, что и как надо. И поэтому я хочу спросить, а мы со своим диагнозом греховной жизни, хорошо, кто праведен и готов на небо? Вам не надо эта тема. Если вы уже ангел, если вы без греха, пожалуйста, отдыхайте, веселитесь с ангелами. А если у нас есть духовное борение, если мы греховны, если у нас в характере нет порядка, может быть, давайте начнем серьезную духовную жизнь. Да, это интересная мысль была. Ну и дочитываем дальше. Здесь говорится, что Библия сама себя истолковывает, как важно ее читать и понимать. Но в конце, последняя часть, верить этому Божьему Слову. Верить. И вот здесь Тед Вильсон рассказал мне одну интересную историю. Я вам рассказывал за своего дедушки. Иногда я любил отдыхать у моего дедушки, дедушка Женя. И он иногда, я помните, вам рассказывал, не разговаривал ни с кем, пока кто помнит почему? Не поговорит с Богом. И вот Тед Вильсон рассказал, это очень интересная традиция была, ну или иногда так было, или всегда, что дедушка уходил, помолится там, где он шил, он обувь делал, сапожник такой был, очень хороший мастер. А потом он встречал, любил нас, внука, мы очень любили нашего дедушку. И второго любили, он тоже очень интересный. А помните, я вам рассказывал, второго дедушки была традиция, он печником был, помните? И вот он работает, 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 рано начинал, а боролся он с некоторыми вредными привычками, и особенно с тем, чтобы не выпить. А у людей не всегда есть деньги, а он кладет им печку. И что они ему предлагали? Бутылочку. И так они, ну он боролся, когда он был еще неверующим, да даже когда начал ходить в церковь, сатана сбивал его этой бутылочкой. И вот он придумал вот такой, такой метод борьбы. Он шел на работу, рано начнет работать, а потом часа три поработает, четыре, переоденется, и все говорят, Алексеевич, ты домой? До дому? И он говорит, не. И он доставал в сумочке, у него кроме там вещей было, Библия. Он говорит, Библию идут читаты. Достанет Библию, почитает с полчасика, сложит Библию, опять переоденется в грязную одежду, и опять работают. И люди думают, вот дедушка интересный. И уже выпивку ему не предлагали. И он боролся. Он и сам себя укреплял, и проповедовал этим. И вот Тед Вильсон в этом чтении. Интересно очень, я советую, во-первых, всем читайте, послушайте вот те чтения, что мы записываем, и они есть в церкви. Всех молодежь приглашаю. Давайте всю эту неделю будем читать эти чтения. И там есть традиция, что делает Тед Вильсон, вот как вы думаете, как только он просыпается и сползает или встает с кровати. Что он делает? Вот что-то нашел. Он сразу на колени становится. Вроде только что отдыхал, и вот тут одна его интересная традиция. Я, как только встаю, я склоняю колени и начинаю молиться. Потом он говорит, в течение жизни, некоторые его истории, он говорит, я читаю Библию по плану, Библия и Дух Пророчества. Потом он говорит, я всегда молюсь перед тем, как буду читать, и прошу, чтобы Бог благословил. Я люблю наставления в Библии и в Духе Пророчества. И последняя его очень интересная цитата. Он говорит, прочитаю вам, это интересная, сыновья и дочери Бога. Книга есть такая. Мне кажется, нам надо ее всем прочитать. Ведь мы же сыновья и дочери Бога. Мы принцы и принцессы Божьи. Послушайте, цитата. Много работая, Енох неизменно поддерживал общение с Богом. И чем многочисленнее и труднее были его дела, тем более постоянным и ревностными были его молитвы. Он уходил и проводил время в уединении, испытывая голод и жажду по божественному знанию, которое может дать только Бог. В результате такого общения с Богом в Енохе все больше и больше отражался божественный образ. Мы тоже должны всегда ходить с Богом. Когда мы будем делать это, наши лица будут освещены блеском Его присутствия. Мы будем говорить о Его силе, произнося хвалу Богу. Бог есть Господь и благословенно Слово Господне. И вознесенными в конце времени будут те, заметьте, вознесенными, кто поддерживают общение с Богом на земле. И я добавлю, как Енох. Ведь Енох ходил и вознесся. И кто будет так ходить с Богом, как Енох, им предстоит также подняться к Богу и сказать, Господь, мы же твой голос слышали. Он говорит, так вот я вас и зову. Вот я вас и зову. Идите ко мне, дети мои. Идите. Вы знаете, Бог один и тот же будет, когда будет идти во второй раз, Он один и тот же будет для всех людей. Только одни, смотря на Бога и на Его голос, скажут, папочка идет, отец наш идет. А другие скажут, нет, это враг, это ужас. Одни скажут, Бог любит нас, а другие скажут, гневается. Одни скажут, Бог пришел добро сделать, а другие скажут, Бог зло сделать. И вот это разная реакция на одного и того же Бога. сейчас начинает у нас проявляться. Либо мы, слушая голос Бога, говорим, Господь, да, да, это твой голос, да, папочка. А с другой стороны, можно сказать, не хочу я тебя слушать, не хочу. И мы ожесточаемся. Бог опять говорит, мы ожесточаемся. И вот вы знаете, так мы бываем, и слыша добро, слыша друг друга, мы иногда либо смиряемся, либо не смиряемся. Хочу вспомнить, вы знаете, мы начали с книги пророка Иеремии, с царя, как его звали, который сжег? Иоаким. А как его папу звали? Как звали папу Иоакима? Помните, мы с вами говорили? Или не помните? Иосия. Иосия. Да, Иосия. Дорогие друзья, так вот, папа Иоакима был очень интересный человек. В 4 книге царств, 22 главе, написано, что когда-то папа Иоакима нашел в храме, даже не он, он 8 лет, Иосия стал царем. Ну, там у него очень интересная история. И он начал в храме наводить порядок. Между прочим, в нашем храме мы тоже наводим порядок. Вот молитвенная неделя, конец года, генеральная уборка, это всегда приветствуется, чтобы был во всех уголках порядок. И первый священник нашел, священник написано, нашел книгу. Помните, как звали священника? Хелкия, да? Он нашел книгу закона, он нашел священное писание, и он царю трепетно сказал, мы там порядок наводили, нашли книгу. Иосия начал ее читать, и написано, разорвал одежды свои. Начал плакать и говорить, Господи, я этого не знал. Его сердце смирилось перед 22 глава 4 книги Царств. Просто не буду читать, друзья, оставляю вам домашнее задание. Посмотрите, это интересная книга. Мы с вами читали книгу пророка Иеремия 36 главу, когда царь резал. Это был сын Иосии. А папа его, когда нашел, он начал плакать, начал говорить, Господи, что будет с нами? Как нам реагировать? Ты... Бог действительно ругал. И заметьте, Бог ругал Иосию, Бог ругал Иоакима. Это отец, это сын. И когда отца Бог ругал, он еще был молодым человеком, 18 лет. И написано, он стал искать, Господи, что делать в храме. Ищет ответ. И помните, он послал к пророке Алдаме, к пророчице, к пророку Божьему, Алдама была. И она сказала, за то, что ты смирил свое сердце, за то, что ты смягчил, написано, свое сердце, я пожалею, я не наведу бедствия, но я наведу, потому что вы столько делали зла, вы стольким идолом, вы так меня раздражали, я наведу, но не в твое время, ты и тебя не коснется. Дорогие друзья, а не раздражает ли Бога наша жизнь? А не вызываем ли мы Божий гнев? Как мы прожили этот год? Если проанализировать, а не бьет ли нас иногда Бог? Вот проанализируйте вашу жизнь, каждый из нас, а не бьет ли Бог меня? Хорошо, если бьет. Допустим, если бьет, то он любит. И он говорит Иосии, да, я накажу, но так как ты смягчился, Бог иногда говорит, иногда ругает, он говорит, я жду, что ты смягчишься, что ты меня начнешь слушать, что и жизнь Иосии, это очень интересная жизнь. Да, не идеальный человек, я так и до конца не знаю, почему он умер и погиб в конце жизни, прав он был или не прав, не могу ответить, сколько не искал ответ на этот вопрос, но покорился Богу, послушался Бога. Итак, оканчивая, хочу прочитать очень известный текст из Евангелия от Иоанна. Давайте вместе с вами откроем. И мы сегодня задавали вопрос, так что, почему я не хочу читать Слово Божие? Дорогие друзья, если за Словом Божьим стоит Бог, если за Словом Божьим стоит личность Иисуса Христа, спасение, да, там стоит какая-то операция над моим характером, над моим, может быть, каким-то недостатком, но вообще Бог же и утешает Словом, и ободряет. Скажите, а вы любите песни христианские? А обетование любите? Скажите, ну, некоторые люди Слово Божие представляют таким мрачным, говорят, вот как мне говорили, сойдешь с ума. Ну, вот я уже 46 лет, а это мне говорили еще в школе, 10-12 лет мне было. 46 минус 12, 30 с лишним лет я читаю Библию. Да я и тогда читал, когда они мне говорили. И что, я сошел с ума? Нет. Воспитывал Бог меня, воспитывал. Ну, сколько из хороших историй. И Иосиф. Кому нравится история про Иосифа? Про Данила, про Моисея, а про Самуила? А про Иисуса? Друзья, Слово Божие, это такое, как это сказать, елей, исцеление. Потому что за Словом Божьим стоит Бог, но Он хороший Папа, Он хороший Отец. Понятно, если я иду в яму, в болото, Он скажет, сынок, не иди. Скажите, но стал ли Бог плохим, что сказал, сынок, не иди? Ну, нет же. Поэтому, если у нас болото в жизни в виде музыки мирской, развращения, злого чего-то, характера какого-нибудь недоброго, какой-то жадности, какой-то подозрительности, может быть, молодежь у вас в интернете, сеть на сети, и Бог говорит, остановись. И Бог говорит, это болото засосет, погибнешь. Скажите, станет ли Бог плохим? Потому что, как папочка скажет, не иди, постой. Нет, конечно. А скажите, а что ценит Бог и любит? Тепло, доброту, чисто святость любит Бог. Скажите, а любит ли Бог еду? Конечно, Он же ее создал. А любит ли Бог тепло, когда тепло, вообще вот так, просто, вот температура хорошая, любит Бог тепло? Конечно. Он же создал, когда не было мороза. А любит ли Бог море? Да. А любит ли Бог поцелуи? Один ответ, Саша, ты один. Что, Бог не... Уже ты поменял точку зрения? Саша, не сдавайся. Это же Бог создал мужчину и женщину, это же Бог создал поцелуи, Бог же создал деток. Так скажите, а что с Богом враждовать? Просто некоторые люди не понимают Бога. Просто некоторые люди не понимают Бога. Саша, тебе надо проповедь подготовить. Неплохую мысль ты говоришь. Правильно. Друзья, все это, почему я не читаю Библию? Да потому, что сатана внушил мне какую-то глупость, чтобы я не слушал Бога, не читал, чтобы жизнь моя не была тем светлячком, тем добродутчиком Божьим, тем солнышком. Дорогие друзья, я предлагаю закончить жизнь, не жизнь, закончить год. Путь в этом году, ну если и жизнь когда-то заканчивать, но закончить в любви, в радости, закончить по Божьему. Вы поддерживаете? Чтобы и молясь каждый день. Мы понимали, суть святости в любви, правда? Бог есть любовь. И ненавидящий брата, что делает? Что там сказано ненавидящий брата? Он и Бога ненавидит. Поэтому давайте оставим все старое. И я прошу простить меня вас. Простите, я могу огорчить. Я могу что-то сказать или сделать не то. Цель моей жизни принести то, что Бог мне дает. что-то доброе. Научиться этому и других научить. Если я вас огорчил, если я не так сказал, вы меня простите. Я часто наведу. Да, я часто как руководитель могу сказать что-то, сделать. Но цель моя руководить к добру и к святости. И пока я буду жить, я буду так руководить. Я буду таким отцом, я буду таким пастором. Пока буду жить, буду делать, как Бог говорит. Но моя цель, где Бог, там любовь. И я хочу, чтобы мы все этому учились. Чтобы у нас была такая церковь, лучиков, церковь светлячков. Помните, как сказано, Евангелие должно выйти из церкви. И каждый из нас хорошо, чтобы понес это Евангелие. В конце расскажу вам историю. Вы помните, к нам приходил брат Олег из Лаоса. Я думаю, Олег не обидится. Он может послушать, я не знаю, где он сегодня слушает и проповедь, и где он находится, но в его жизни очень большая перемена произошла. Вы помните, что этот человек пережил непростую историю, даже катастрофу в жизни, когда поехал в другую страну, в Лаос, и по ситуации определенной, ссоре определенной, его посадили, он семь лет в тюрьме просидел в Лаосе. Вы представляете? Все было хорошо в жизни. Жена, дети есть, уже внуки у него. И вот так попасть в такую проблему, он дошел до того, что все потерялось в жизни. Все потерялось в жизни. И вот когда Олег Константинович позвонил и говорит, есть такой человек, а вы могли бы его принять его? Где-то, может, работу какую-то. Я подумал, и Олег Константинович говорит, там в девятой вы строите. Думаю, ну как девятая община отреагирует? Ну это же непросто. Вы знаете, в первый день я был настолько уставший, когда услышал эту весть. Я сказал, нет, пока не знаю. И вот в первый день не дал согласия. На следующий день Олег Константинович звонит. Ну как, вы подумали? Ну у меня как-то душа не была вчера расположена, а сегодня Бог говорит, ну а может попробовать? Я говорю, Олег Константинович, ну давайте мы встретимся с Олегом и посмотрим, что за человек, как, так мы не можем. Он говорит, ему хотя бы работу, чтобы он на еду и на ночлег. Это знаете, вначале дайте работу, а потом и ночлег, то надо что-то. Ну в общем, там был, была одна, один вариант. И в общем, Олег пришел, мы начали разговаривать с Донецкой области, с Тореза. Очень интересный человек, образованный, он умеет, я посмотрел, очень много в жизни, столько повидал, столько опыта, но он действительно попал в проблему. Ну хорошо, думаю, рискнем. И он начал спать здесь на полу, на балконе, потому что не было где жить. И начал помогать в Девятой нашей церкви. Вот так, потихоньку, потихоньку, потихоньку. А я проводил тогда, помните, евангельскую программу мы проводили в Змееве. И он еще ездил в Змеев, слушал евангельские темы. У него в жизни был интересный поворот. Когда он оказался в тюрьме, ему там, правда, вот эта система коррупции, сразу ему сказали, 10 тысяч долларов, и ты свободен. Но у него нет денег. И так его дочь выкупала папу. И так штраф заплатили. И так билет, 6 тысяч долларов заплатили. Но денег нету, столько у людей. И он, пришлось ему сидеть. И там, когда он сидел, туда попал в заключение. Один человек, у кого мама была адвентистка. И эта мама посылки сыну туда слала. Ну, сын тут, ну, что-то набедокурил. И мама выслала ему и книги, и великую борьбу. И получается, что Олег прочитал Библию Геце с комментариями и великую борьбу. Говорит, дважды прочитал. И он начал там думать. Когда он уже сюда приехал, и я начал его возить на одну евангельскую встречу, на другую. И в церкви он, помните, у нас был, и мы в девятую церковь ездили. Вот я по очереди, и он со мной же ездил. И он внимательно слушал. Я смотрю, когда мы поем песни, он поет. Я не видел ни разу, чтобы он молился. Сам. Но он складывал руки. И однажды я говорил проповедь на евангельском встрече в Змееве. И я смотрю, у него глаза мокрые стали. Ну, он как мужчина крепкий такой, но смотрю, что ему как-то тяжеловато было. Видать, Бог его касался сердца. Если я, Олег, смотрит нас, если я что-то там не то скажу, добавляйте. Но! Суть! Когда-то и в конце уже, когда ему надо было уехать, он уже получил загранпаспорт, потому что пока сидел в тюрьме, загранпаспорт закончился, его не выпускают уже в Донецк сейчас и в ту территорию, а дочка сейчас в России, надо загранпаспорт. Три недели надо было ждать. И получается, мы ждали, 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 и паспорт получил. Мы пригласили его домой еще в один из вечеров, и я говорю, Олег, у нас дома традиция. Гость, который приходит к нам, молится. Беллочка говорит, может, Олег не молится? Чего ты его заставляешь? Я говорю, Олег, видишь, Белла тебя защищает. Если ты не молишься, не молись, ну, я помолюсь. А если ты можешь, помолись. Он говорит, да я то молюсь в душе, но вслух никогда. Я говорю, вот то, что в душе, скажи вслух. Он говорит, а Белла говорит, а может не надо? Ну, как-то так сказала. Я говорю, Олег, смотри. Он говорит, нет, попробую. Ну, давай. Вы знаете, он так интересно первый раз молился, до слез. Я слушаю его. Ну, так душевно. Господь Богу что-то сказал. Одно, другое, третье. И не так, что два-три слова. Он и за то сказал, и за то, и за жизнь, и за судьбу. И за еду вспомнил. Молодец. Он не сказал в конце во имя Иисуса Христа, но аминь сказал. Вы знаете, и он не знал, правильно он молился или нет. Я говорю, так ты же от души молился. И я что еще заметил, заметил, что я ему говорю, Олег, вот ты пришел, вот все потерял, все в жизни как бы, а может быть Бог ради этой встречи, ради этой встречи все это сделал. Ты читал там великую борьбу, ты Библию, хотя Библию потом пропало у него, видать, или кто-то украл, или где-то. Мы ему здесь подарили другую Библию. И он говорит, а ты знаешь, я тоже думаю, я тоже думаю, что это все не случайно. Во-первых, я мог погибнуть, ведь война прошла и идет, ну как бы, и неизвестно где, он говорит, может быть, меня бы убили. И второе, это то, что мы встретились. Дорогие друзья, встреча с Божьим Словом может быть в разном месте, может быть, в разных ситуациях, может быть, когда у нас вообще все уже потеряно, и мы встречаем Божье Слово. Она может быть для разных людей разную реакцию вызвать. Она может быть сейчас ожесточить, встреча, когда Бог говорит, а потом проходит время, и мы смягчаемся. Но не будет ни одного человека, который в этой жизни не встретит Божье Слово. Что мы скажем Богу? Какой будет ответ нашей души? Что мы хотим Богу сказать в конце этого года? Господи, говори, я буду слушать и слушаться. Хотим ли мы так сказать, Господь, не только утром, но и сейчас, я принадлежу Тебе. Все мои планы я вручаю в Твои руки. Используй меня. Я хочу быть Евангелием для кого-то. Хотели ли бы вы помолиться этой молитвой? Приглашаю вас к молитве. Господи, Отец наш небесный, во имя Сына Твоего, мы открыли эту тему, почему иногда мы не хотим слушать и читать Святое Слово. И просто Тебя не хотим в душе слушать. Боремся с Тобою. О, Господи, прости нас, прости, когда мы Тебя, родного, дорогого папочку, не слушаем. А чужой голос врага, дьявола, иногда он, конечно, заманчиво, рассказывает сказки, поет песни, но все это, Господи, это голос обольстителя. Прости нас, Господи, что мы вот так иногда слепы, глупы или черствы, или жестоки. О, Господи, поменяй нас, помоги полюбить всем сердцем и душою Твое Слово, Тебя, общение с Тобою, помоги нам делать его интересным, необычным, приятным, помоги нам, сидя за столом, у теплого места, может быть, создавать такую атмосферу дома, чтобы хотелось нам и детям почитать, послушать, рассказать опыты. Благослови нас, Господи, ценить эту атмосферу неба, атмосферу добра и любви. Господи, оканчивая этот год, хотим все сказать, прости, прости нас, когда этого не было, когда мы Тебя использовали, когда мы жили своей жизнью и так и планируем иногда, но, Господи, мы хотим Тебе сказать, нет, возьми нас, используй Ты, поменяй наши планы, чтобы были Твои, если угодно Тебе наши мысли устрой, соверши волю Твою, напиши свой характер в наших характерах, в наших сердцах, прости, помилуй и благослови, будь нашим светом души, будь нашей любовью и смыслом всей нашей жизни во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.